Ты знаешь, кроме язык? Да, это у меня бусик научит. Там нужно все время трон по-пункту. А, ну и что на третье? Я же не понимаю языка грома. Языка нет, у нас три. На сцене театрального центра Жаворонки в рамках открытого фестиваля молодежных коллективов «Взмах крыла» прошел конкурс «Наш дебют». Покорить подмостки сюда съехались детские творческие коллективы из Москвы и Московской области. Юные таланты в возрасте от 6 до 17 лет представили свои работы в номинациях «Художественное чтение» и «Театральное творчество». Внутри этого фестиваля большого мы учредили маленький фестиваль-конкурс, в котором участвуют только дети. Во время фестиваля мы послушаем 70 чтецов и посмотрим 20 полных спектаклей, которые создали детские коллективы. Мы надеемся, что в этом году тоже будут открытия, потому что все 5 лет нас дети очень радовали. Конкурс «Наш дебют» проводится под руководством директора театрального центра Ольги Кобецкой и при поддержке Комитета по культуре Одинцовского округа. В жюри профессиональные деятели искусства и культуры, которые, несмотря на обилие интересных работ, все же оценивали выступления артистов, исходя из определенных критериев. «Это, естественно, должна быть речь, это должен быть артикуляционный аппарат. Естественно, внутренняя природа должна быть актерская, живая, увлеченность. То есть человек должен хотеть это сделать». Витька с 10 этажа, нынче на третьем курсе, знает всех умных профессоров, пишет программу в фирме «Худ», «Ироничин» и «Чернобров». Прямо герои с фирмы. Пишет записки моей сестры. Дарит цветы с паучки, вот только плаваю я быстрее и сочиняю лучше. Нередко на подобных мероприятиях зажигаются звезды. Сцена помогает жюри увидеть настоящие таланты. Наша задача сегодня – разглядеть в этих детях самые красивые, интересные постановки, режиссуру и актерские звезды, для того, чтобы помочь им дальше. Награждать, конечно, хочется всех, потому что все они действительно безумно талантливые, очень яркие, вовлеченные. И своим огонечком они тоже зажигают наши сердца, и зрители тоже увлекают в эту магию театра. Абсолютно непохожие друг на друга выступления на протяжении трех дней фестиваля радовали присутствующих. Яркие костюмы, интересные декорации и грим дополняли неподражаемую игру юных актеров. Они не старались понравиться всем, делали так, как чувствовали. Анастасия Паничева занимается в театральной студии уже семь лет. За это время в ее арсенале две главные роли. Девочка легко рассуждает на тему того, какими качествами должен обладать профессиональный актер, и в будущем мечтает покорить большую сцену. У него должны быть эмоции, у него должна быть харизма, он должен заинтересовать зрителя чем-то. Все, решено! Одену свою шубку и пойду в лесу подснежниками. Что ты, доченька? Я тебя и за порог не пущу. Погляди, как метель разыгралась. Ты замерзнешь в лесу. Тогда выйдите, матушка. Что же тебе родной матери не жалко? Жалко! Целью проведения конкурса является единение коллективов и стихийных групп, увлеченных театральным творчеством и преданных сцене. Предоставление возможности реализовать собственный потенциал перед зрительской аудиторией. Возможность общения и обмен опытом. По итогам конкурса выбраны лучшие из лучших. Награждение прошло в каждой из номинаций и по каждой возрастной группе. Обладатель звания Гран-при получил право показа спектакля на финальной неделе молодежного фестиваля «Взмах крыла». Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.